Черная дыра — это не просто астрономический объект, а настоящий портал в неизведанное, где привычные понятия времени и пространства начинают ломаться. Представьте себе, что вы стоите на границе этого таинственного мира, в горизонте событий. Это точка невозврата, где даже свет, пойманный в ловушку гравитации, бессильно исчезает, не в силах вырваться наружу. Но что же там за этой мрачной границей? Горизонт событий — это не просто линия на астрофизической карте. Он считается краем заоблачного мира, в котором законы физики перестают действовать так, как мы к этому привыкли. Если бы вы осмелились переступить через него, вы оказались бы в ловушке без права на возвращение, путешествуя в глубины черной дыры, где прошлое, настоящее и будущее сливаются в нечто неразличимое. Внутри этого загадочного пространства время может растягиваться, словно резина, превращая секунды в вечность или сжимая тысячелетия в мгновение. Инструменты привычной науки начинают давать сбой, оставляя нас в плену вопросов без ответов. Все, что мы знаем о материи и энергии, подвергается испытанию. Атомы могут вести себя так, как никогда ранее, а световые лучи изгибаются в угрожающем кружении. Но это только начало нашего захватывающего путешествия. Пройдя через горизонт событий, вы оказываетесь в мире, где пространство скручено и искривлено до неузнаваемости, открывая новые формы существования и искаженные реальности. Что именно скрывается в сердцевине этих космических титанов? Мы отправимся дальше, чтобы раскрыть их тайны и попытаться понять суть этого захватывающего и неизведанного мира. Следуя за светом, как черные дыры искажают реальность. Погружаясь глубже в загадочный мир черной дыры, мы сталкиваемся с удивительным феноменом – искривлением света. Представьте себе световой луч, устремляющийся мимо черной дыры. Под воздействием ее мощной гравитации он начинает огибать ее, словно прыгун, застывший в космическом танце. Это явление называется гравитационным линзированием. Гигантская масса черной дыры искривляет пространство до такой степени, что световые лучи, которые в нормальных условиях двигались бы по прямой, начинают следовать по изогнутой траектории. С Земли это можно наблюдать как искажение фона звездного неба. Но это далеко не все. Свет, попавший в гравитационную ловушку, может начать замедляться. Это не просто метафора. Вблизи черной дыры время и пространство настолько искажены, что свет, который мы воспринимаем как мгновенный, становится медленным и тягучим. Если бы вы находились рядом и смотрели на черную дыру, то увидели бы, как звезды за ней складываются в причудливые узоры, словно бы кто-то перемешал карточную колоду на глазах у восхищенной публики. Это искажение открывает еще один занимательный аспект – зрительный иллюзионизм черной дыры. Из-за своего влияния на свет черная дыра может выступать своеобразным зеркалом, показывая свою заднюю сторону, разрывая привычную нам логику видимого мира. Прощаясь с привычными законами оптики, мы открываем для себя ворота в фантастическую реальность, где отражения, дубликаты и даже эфемерные миражи становятся частью единой картины. И это только начало нашего уникального путешествия. Впереди нас ждет встреча с еще более причудливыми тайнами, скрывающимися внутри этого невидимого колосса. Встреча с неизвестным. Жизнь внутри черной дыры. Чтобы оказаться внутри черной дыры, нужно представить себе место, где привычная реальность уступает место необъяснимому. В этом странном мире, где пространство и время свернуты в один узел, могут существовать явления, которых мы даже не способны вообразить. Что происходит с материей, когда она пересекает горизонт событий? Попав в гравитационный водоворот, атомы начинают сжиматься и растягиваться одновременно, превращаясь в своеобразные нити, известные как спагеттификация. Эти нити материи продолжают свой путь вглубь черной дыры, приближаясь к ее центру – сингулярности. Это точка, где плотность становится бесконечной, а законы физики, как мы их знаем, перестают быть применимыми. Можем ли мы себе представить, что находится в сердце этой тайны? Некоторые ученые полагают, что внутри черной дыры может скрываться переход в другой мир или даже во Вселенную с иными законами. Но что же происходит, если бы вам удалось выжить в этом экстремальном мире? Теории предполагают, что вы могли бы стать свидетелем необычных феноменов. Возможно, вы увидите, как время вокруг вас останавливается, в то время как сами вы продолжаете двигаться. Или, может быть, реальность внезапно проявится в многослойной структуре, где несколько миров существуют параллельно и одновременно. И хотя эти гипотезы звучат невероятно, они лишь подчеркивают сложность и непредсказуемость жизни внутри черной дыры. Таким образом, мир за горизонтом событий представляет собой нечто гораздо более загадочное, чем мы можем себе представить. Глубины черной дыры остаются недоступными для нашего понимания, но они продолжают привлекать внимание ученых, стремящихся разгадать ее тайны. И на этом наше путешествие в неизведанное не заканчивается. Мы продолжаем искать ответ на вопрос, что же на самом деле скрывается в сердце этого загадочного космического объекта? Путь в никуда. Исчезают ли физические законы? Когда мы погружаемся глубже в черную дыру, мы становимся свидетелями исчезновения привычных физических законов. Это место, где все известные нам правила и теории начинают рушиться. Основное предположение заключается в том, что силы гравитации здесь достигают таких масштабов, что материя и энергия подвергаются экстремальным изменениям. В этом мире законы Ньютона и даже Эйнштейна могут оказаться несостоятельными. Первое, что бросается в глаза, это полное разрушение причинно-следственных связей. Внутри черной дыры события не следуют линейной последовательности, как мы привыкли. Время может течь вспять или вовсе остановиться. Это приводит к парадоксальным ситуациям, когда следствие может происходить раньше своей причины. Понятия прошлого, настоящего и будущего теряют смысл, смешиваясь в хаотичное явление. Присутствие сингулярности, центральной точки черной дыры, добавляет еще более странные элементы в эту загадку. В сингулярности плотность материи становится бесконечной, и пространство длина сжимается до нуля. Здесь границы между возможным и невозможным размыты до неузнаваемости. Некоторые физики предполагают, что это может быть порталом в другие измерения или вселенные, где действуют совершенно иные законы природы. Вдали от привычного, прямо в эти пугающие глубины, мы сталкиваемся с самым невероятным, полным исчезновением гравитации, как мы ее знаем. Внешняя оболочка черной дыры действует как щит, но внутри ее центрифуги силы гравитации могут стать настолько сильными, что они фактически отменяют себя. Это приводит к недопустимым состояниям, где пространство сжимается в штопор, а все, что входит, теряется навсегда. Таким образом, черная дыра представляет собой настоящий парадокс. Это место, которое не подчиняется никаким известным нам физическим законам. То, что происходит внутри, остается только в теории, но это непостижимое пространство продолжает вызывать интерес ученых, стремящихся бросить вызов самым основам нашей науки. Завеса над тайнами этих космических объектов продолжает оставаться неразгаданной, и будущее скрывает еще больше удивительных открытий. Выжить в черной бездне. Научные гипотезы и предположения. Итак, представьте, что вы оказались внутри черной дыры и пытаетесь выжить. Вопрос в том, возможно ли это вообще. На самом деле существует несколько научных гипотез, рассматривающих такую возможность. Одна из самых увлекательных теорий заключается в том, что внутри черной дыры может быть существующая форма жизни, адаптированная к экстремальным условиям. Но как бы мы ни пытались представить себе такую жизнь, она наверняка будет отличаться от всего, что нам известно. Ученые также предполагают, что выживание в черной бездне может быть связано с так называемыми белыми дырами. Это противоположность черных дыр. Теоретически существующие объекты, которые выбрасывают материю, вместо ее поглощения. Возможно, черные дыры – это не окончательный конец, а своеобразные порталы, ведущие в другие уголки вселенной, где физические законы позволяют существовать иным формам жизни. Кроме того, необходимо учитывать так называемый голографический принцип. Этот принцип гласит, что информация о том, что происходит внутри черной дыры, может быть закодирована на ее поверхности. Это означает, что, возможно, мы, или кто-либо еще, сможет выжить, если эта информация будет каким-то образом сохранена и передана наружу. Это звучит как научная фантастика, но это один из способов, как можно теоретически преодолеть непреодолимые гравитационные силы. Еще одна интересная гипотеза – существование гипотетических червоточин внутри черных дыр, которые могут служить туннелями в другие части космоса. Эта теория предполагает, что черные дыры могут быть не концом, а началом нового путешествия, где выживание возможно благодаря способности преодолевать невероятные расстояния в мгновение ока. Однако все эти идеи пока остаются на уровне теории, и реальность черных дыр продолжает оставаться загадкой, с которой человечество только начинает бороться. В глубинах космоса, там, где исчезают привычные законы физики, мы продолжаем искать ответы на самые сложные вопросы, и, возможно, однажды они приведут нас к новым открытиям. Голос изнутри. Может ли информация покинуть черную дыру? Существует один из самых запутанных и волнующих парадоксов современной науки – парадокс потери информации. Представьте себе, что вы отправили в черную дыру книгу, флешку, человека или даже целую планету. По законам квантовой механики, вся информация, которая когда-либо существовала, не может быть уничтожена. Она может трансформироваться, искажаться, но не исчезнуть бесследно. Однако черная дыра – это глотка космоса, которая, как кажется, стирает все до основания. Так где же правда? Этот вопрос долгие годы мучил самого Стивена Хокинга. Он выдвинул гипотезу, что черные дыры излучают так называемое излучение Хокинга – крайне слабое, но постоянное тепловое излучение, которое медленно, очень медленно истощает массу черной дыры. Проблема в том, что это излучение, как казалось, не несет никакой информации о том, что было поглощено. Это все равно, что смотреть на костер и пытаться по температуре пламени угадать, что именно сгорело. Древняя книга или мокрая полена. Но физики не сдались. Существуют гипотезы, по которым информация вовсе не исчезает, а записывается на поверхность черной дыры, ее горизонт событий, словно на некий двумерный экран. Это и есть так называемый голографический принцип – трехмерная информация может храниться в двухмерной оболочке. Таким образом, возможно, все, что когда-либо упало в черную дыру, до сих пор там, в закодированном почти мистическом виде. Некоторые ученые предлагают еще более экстравагантную идею, что излучение Хокинга само по себе может нести информацию, просто мы пока не знаем, как ее считать. Это словно шепот сквозь вакуум времени, который мы пока не научились расшифровывать. Но однажды, однажды мы можем услышать голос, доносящийся изнутри космической бездны. Однако, если информация действительно может быть сохранена, это меняет все. Меняет наше понимание физики, времени, самой природы, реальности. И заставляет задуматься, а что, если черная дыра – это не конец пути, а зашифрованное сообщение от самой Вселенной. Но что может быть еще более невероятным, чем информация, скрытая в оболочке черной дыры? Возможно, не сама она, а то, куда она ведет. Зеркальные миры. Что, если черная дыра – это портал? Среди самых смелых гипотез в современной астрофизике выделяется одна, которая кажется вырванной из страниц научной фантастики. А что, если черная дыра – это вовсе не тупиковая ловушка, а космический туннель, ведущий в другую часть Вселенной? Или даже в другую Вселенную? С этой идеей тесно связана теория червоточин – гипотетических туннелей в пространстве времени. Представьте себе два листа бумаги. Если сложить их и проколоть насквозь карандашом, вы соедините две точки кратчайшим путем. Черная дыра, возможно, это вход, а где-то там, в другом уголке реальности, находится выход. Белая дыра, которая выбрасывает материю обратно. Это означает, что все, что попадает в черную дыру, может не исчезать, а просто путешествовать. По другую сторону этого туннеля может быть иная галактика, другой уголок космоса, или целая новая Вселенная с другими физическими законами, временем и, возможно, формами жизни. Такая теория, конечно, требует допущений, которые на грани науки и философии. Для устойчивости червоточин потребовалась бы так называемая экзотическая материя – вещество с отрицательной энергией, которого мы пока не наблюдали. Но даже если это лишь теоретическая модель, она открывает перед человечеством невероятные перспективы. Путешествие сквозь время и пространство, контакт с иными реальностями и, возможно, ответ на вопрос, кто или что стоит за гранью видимого мира. Некоторые физики предполагают, что вся наша Вселенная могла родиться внутри черной дыры, что если такие объекты – это космические семена, в которых зарождаются новые миры, тогда, возможно, мы сами – часть цепочки, уходящей в бесконечность. Но чтобы понять, как работает такая черная дыра-переход, нужно взглянуть на другой, не менее загадочный аспект – ее вращение. И вот тут начинается настоящая магия космоса. Тайна вращения. Как вращающиеся черные дыры меняют все. Если обычная черная дыра – это безмолвный гигант, поглощающий все без следа, то вращающаяся черная дыра – это вихрь энергии, в котором привычные представления о времени и пространстве подвергаются тотальному искажению. Такие объекты называются дырами Керра, в честь Роя Керра, который первым описал их математически в середине XX века. В отличие от спокойных черных дыр, дыра Кера закручивает вокруг себя не только материю, но и само пространство-время. Эта зона вращения называется эргосфера. Все, что входит в нее, не может оставаться на месте. Оно вынуждено вращаться вместе с черной дырой. И вот тут начинается самое интересное. Теоретически, вблизи эргосферы возможно извлечь энергию из черной дыры, используя так называемый эффект Пенроуза. Это единственное место во Вселенной, где можно украсть энергию у объекта, казалось бы, обреченного только забирать. Но это еще не все. Внутри вращающейся черной дыры пространство может быть устроено таким образом, что появляются замкнутые временные кривые траектории, по которым можно двигаться и вернуться в прошлое. Это означает, что такие черные дыры теоретически позволяют путешествия во времени. Не просто теоретические разговоры, уравнения Эйнштейна допускают такую возможность. Другое дело, что реализация этих условий требует невозможной точности и чудовищной стабильности объекта, который сам по себе разрушает все, к чему прикасается. Тем не менее, вращение добавляет черной дыре не просто динамику, а новое измерение, возможность временных петель, спирали реальности и даже вторых шансов в закрученном времени. Возможно, если бы кто-то попал в такую дыру, он мог бы переживать один и тот же момент снова и снова, или наоборот, получить возможность переписать свое прошлое. Но не исключено, что все эти теории — лишь блики на поверхности гораздо более безумной идеи. Что если все это — лишь тень настоящей реальности? Симуляция Вселенной. А если мы внутри черной дыры? Вот гипотеза, которая сбивает с толку даже самых скептичных ученых. Представьте, что вся наша Вселенная от самой далекой галактики до вас, читающего эти строки, может находиться внутри черной дыры. Не в буквальном смысле, как в тюрьме, а как в матрешке, помещенной в большую систему. Как это возможно? По некоторым теориям, когда звезда коллапсирует и образует черную дыру, внутри этой точки может начаться новый большой взрыв, рождение новой Вселенной. Причем эта новая Вселенная будет изолирована от остального пространства, но будет развиваться по своим законам. Снаружи — черная дыра. Внутри — новый космос. Такой взгляд может объяснить, почему физические константы в нашей Вселенной выглядят так, как будто они настроены для появления жизни. Ведь если каждая черная дыра рождает свою Вселенную, то естественный отбор среди Вселенных сделает те, в которых рождаются звезды, и новые черные дыры наиболее распространенными. Более того, если принять голографический принцип и добавить к нему идей информационного поля, то возникает гипотеза, что все, что мы видим — это проекция, цифровая симуляция. Не в смысле компьютерной игры, а как глубокая фундаментальная структура реальности, в которой мы лишь наблюдатели процесса, разворачивающегося внутри гигантской воронки. Если все это правда, то каждый взгляд на небо — это взгляд внутрь черной дыры. А каждый научный эксперимент — это попытка понять не только Вселенную, но и ее внешнего наблюдателя, кем бы или чем бы он ни был. Но если мы действительно живем внутри черной дыры, может, это не значит конец, а начало чего-то гораздо большего?